Друзья, всем доброго времени суток, с вами Полина и игра «Ходящие мертвецы» сезон 2. В прошлом видео... Ага, смотрите-ка, они снова изменили цвет ходячих. В чём дело разработчики? Решили, кроме главного меню, ещё и перед ним, чтобы какие-то изменения были. Их тоже решились вынести? В чём прикол вообще? Ладно, впрочем, неважно. Так вот, в прошлом видео мы окончательно и бесповоротно выбрались из той самой заварушки, из всех этих озлоб... Из толпы, даже вот так вот, всех этих озлобленных посетителей супермаркета, а они вправду озлобленные были, да ещё к тому же и мёртвые. Сариту, к несчастью, спасти не удалось, ну а нам с Ребеккой, потому что я нашла её... Точнее, она меня в толпе мертвецов. Нам помогла Джейн. Если бы не Джейн, очень может быть, что мы или бы вообще не выбрались, или с большущим трудом нам бы это сделать удалось. Но даже наши совместные усилия, до того, как Джей... Не Джей, это Джейн. Что это? О чём это я? До того, как Джейн нас нашла, даже наши совместные усилия нам не особенно-то и помогали спастись от всех этих мертвецов. По дороге к памятнику, вот к этому самому памятнику, у которого мы договорились встретиться с нашей группой, если вдруг получится так, что мы будем разделены. Джейн и Ребекка поссорились. Конечно, Ребекка была не права, но и Джейн тоже, вы знаете. Палец её в рот не клади, руку откусит. В общем, я и не на стороне Ребекки, потому что она была несправедлива как Джейн, в том плане, что Джейн нам всё же помогла выбраться из толпы мертвецов. А Ребекка её, в сущности, даже и не поблагодарила. А ведь видела бы себя Ребекка со стороны, какое она испуганной было, пока мы находились там, среди всех этих мертвецов. Ну и я не на стороне Джейн тоже, потому что она была довольно груба, но с другой стороны, она высказала мои мысли касательно ребёнка Ребекки. Всё же, младенец в этом новом мире — это причина всевозможных тягот, лишений, проблем, неприятностей и так далее. Потому что в этом новом мире, например, ходячие мертвецы долго с младенцами беспомощными и орущими церемониться уж точно не станут. В общем, девушки перессорились, но меня ждало потрясение. Когда мы подошли к этому памятнику, оказалось, что не все смогли до него добраться живыми. Например, нет Люка, например, нет Ника, также Сара не добралась до памятника. В общем, нам надо их будет найти. Ну а мне предоставила стальная группа выживших поговорить с Кенни, у которого на руках умирала Сарита. Как бы это ни было прискорбно, как бы я ни пыталась её спасти, но уж как-то очень быстро у неё, наверное, был иммунитет пониженный или что. Я не знаю, от чего зависит скорость распространения заразы по телу человека, но возможно, что и от иммунитета. Короче говоря, очень быстро она угасла. Сарита эта бедная, её же буквально вечером в ночи укусили и уже, получается, ранним утром она была фактически при смерти. Короче говоря, она тихо умирала на руках Кенни. Мне группа позволила, даже попросила, пожалуй, они попросили меня поговорить с Кенни. Но оказалось, что Кенни неблагодарный тип. Он меня обвинит во всём том, что произошло с Саритой. Лично у меня это в голове не укладывается. Я не понимаю, почему он не себя, а меня обвинил. Как 13-летняя девочка может быть бодигартом у взрослой женщины в этом новом мире, полном зомби? Объясните мне кто-нибудь. Я этой логикой вообще не понимаю. Короче говоря, Кенни на меня адский просто зол. Ну а мы с Джейн решили найти оставшихся из нашей группы с благословением Бонни, Майка, Ребекки и всё вроде. Короче говоря, лишь мы с Джейн отправились в путь. И судя по тому, что я видела в конце третьего эпизода, когда нам пытались продемонстрировать события, которые произойдут в четвёртом эпизоде, так вот, исходя из того, что я там видела, я могу сделать вот, что мы с Джейн не только будем прогуливаться по лесу в поисках... А, сейчас, секунду, подожди. В поисках оставшихся наших выживших, но и также она меня будет учить выживать. Ну а теперь давайте послушаем её наставление. Наверняка она мне будет много полезных информации. Я так и знала. Так, почему же мы здесь? Да ещё и вместе, к тому же. А мандаринка молодца, она молодец, блин, да ё-моё, я сбиваюсь, я читаю, что там говорят, вот я говорю, плохо, когда нет русской озвучки. Это вот прям, ну очень плохо, это сразу такой жирный, огромный, большущий минус игре. Так вот, мандаринка молодец в том плане, что она постоянно так или иначе, даже будучи ребёнком, но обламывает взрослых. Так, в общем, она клёвая мандаринка. Так, о чём там Джейн хотела поговорить? Ишь ты, повод нашла, чтобы поговорить со мной. Да уж, спасибо. Что ж ты своей сестре не позаботилась, а? Я тоже. Я, кстати, согласна, больше не за кого, кроме себя, переживать. Они хорошие, просто у них проблемы. И, кстати, Лёг был прав, в этом новом мире всё же семья главная. Должен быть тот, кому ты можешь всегда прийти, подриться тем, что тебя мучает. Вообще, прав должен быть. Джейн, ну ты даёшь. Все три, ты была одна? Боже, я уже испугалась, что я не успела нажать на вариант. Блин, зачем я именно этот вариант выбрала? Ведь Джейн упомянула, что она видела раньше разваливающуюся группу. Печально. Машина в лесу врезалась в дерево. Что же мне делать? А, кстати, ты же сама в кожаной. А тебе не холодно в ней? Блин, жаль её тоже. Сестру потеряла. А что случилось с твоей сестрой? Я, конечно, не хочу соль на рану ей сыпать, но мне интересно. В смысле? На вопрос отвечай. Хватит убегать с ответов. Напряжно, я думаю. Мин грубой вообще-то. Ты реально была жестокой. То есть... А ты что о ней думала? Ну ты даёшь. Потрясающе. Это не то, за что наказывать надо. Ты так сильно терпеть её не могла. Однако ж ты переживаешь теперь её смерть. Что там такое? А мне... Ого! О, укреплённое место? А, они точно мертвы? Ой. Ах, чего себе! Слушайте, она мне всё больше нравится. Не в том плане, как она к людям относится, а в том плане, какие у неё навыки выживания. Ведь она... Ну, пусть она не смогла свою сестру уберечь, к сожалению. Однако же до этого их отношения, конечно, оставляли желать лучшего. Но, блин, сама, конечно, Джейд просто мастер по выживанию. В этом новом мире и такие меры безопасности и предосторожности приняла. Мы не должны искать пропавших? Например? Блин, а ведь ты права. Они как-то не особенно пытались меня из толпы зомби вытащить. На самом деле, может быть, и нет. Вот именно, кстати говоря, Да-да, Джейн, расскажу, не поверишь. Хотя кто знает, как бы Джейн на их убийстве со мной поступит. Да что ж такое-то, ну... Блин, надо переставать пытаться размышлять и читать в одно и то же время. Это уже слишком. Боже, она проткнулась землю рядом с его головой? Ничего себе! Ладно, давайте попробуем обыскать его. Я что-то очень сомневаюсь, что в задних... Эй, патроны! Я с тобой согласна. Пригодятся. Но чтобы в заднем кармане можно было что-то полезное найти, я очень сомневалась до этого момента. Теперь я знаю, кем были эти люди. Ну, он, по крайней мере. Ничего нужного. Ему, да. Нам вряд ли. Ладно, у меня остался последний карман, давайте уже обыщем его. Да, Джейн меня научит выживать. Правда нравится? Значит, Али и правильно поставил, когда я эти хвостики меня захотела завязать. Раньше у меня была группа получше. Али так точно был лучше. Хотя, вы знаете, что? Вообще-то, вот по моим наблюдениям, да, я играла в первый сезон, я сейчас играю во второй сезон, и на протяжении всех этих сезонов так или иначе, но знакомишься с новыми людьми, обзаводишься какими-то новыми связями, знакомствами, и, в принципе, по большому счёту, группы каждый раз, они, по крайней мере, те, в которых я была, они одни и те же. Там всегда одна и та же проблема недопонимания какой-то со стороны членов этой группы по отношению друг к другу. Эгоизм, пожалуй, естественно, каждый трясётся за себя, но зачем тогда ты с группой, если ты не доверяешь тем, кто в твоей группе? В общем, довольно странно, и однако у меня группы попадались, если вот так подумать, Синоли, конечно, был круче всех. А Джейна ценит мою искренность? Ого! Блин, однако же её... Как это правильно назвать? Навыки, вот, выживания, они просто меня поражают. А что-то у неё в руках? Нож для колки льда? Ну, давай. Я сейчас ки-углу нажимать, да? И толкай, толкай! Раз, два, и... Ого, жирный какой. Эй, это же очки Сары! Кажется. Офигеть. Может быть, позовём её, а? Это не знаю, что она умерла. Что делать? Давайте вот этот вариант. Просто, если я буду её звать, я привлеку... В принципе, ты права, но я привлеку внимание зомби, если я буду звать её, поэтому... Сара! Они там, внутри! Ничего себе! Это юг! Блин, да как же так-то, а? Жесть! За короткое время и дядя Пит и Ник теперь... Зачем? Чтобы в обе закалять? Ты чего? Прости меня. Жесть! Да как же так? Его в шею, что ли, укусили? Когда успели? О, блин. А что скажут Люк и Сара, увидев, что я Нику убиваю? Наверняка по голове меня не погладит. Жесть просто. Ау! Ого! Ничего себе! Жесть! Чёрт, мандаринка, он так стал ещё хуже, чем был. Ау! Боже, у Клем не хватает силы это сделать. Ау! Ау-ау-ау! Клем прям как палач была только что. Чёрт, так жалево. Эй, Джейн! Смотри, чтобы на меня сзади не напал никто. Ай, фу. Блин, то, что я мозг вижу, мне совсем не нравится. А ты-то сама это сделала? Нет, не херстяйтесь. Ты знаешь, это, да? Этого я и боюсь. Это, что я боюсь. Да уж. Очень неприятно. А, ну слушайте, получается, я довосила Нику за то, что он тогда едва ли не продырявил моё тело, да, винтовкой. И когда они решали тогда мою судьбу, загнать ли меня в сарай, или что-то вообще со мной делать, или убить, тут же сразу, или восвоясь и отправить. Но мне до того не легче, если честно. Мы вроде как с ним, ну, не подружились, может быть, но, не знаю, попробовали найти общий язык. Не могу сказать, что они прям так мне дороги, все издали новые группы, ну, там, Ребекка и все прочее. Но, ну, все равно неприятно, блин. Мы какое-то время с ними провели все же, и вот так вот убивать Джейн, конечно, немножко жестоко по отношению к мандаринке поступает. Но, с другой стороны, она её приучает к неизбежной реальности, что однажды, может быть, с мандаринкой не окажется никого, кто бы мог это за неё сделать. И тогда придётся ей позаботиться о её мёртвых друзьях, там, родственниках, ну, родственниках, конечно, вряд ли, но, тем не менее. В общем, Джейн хотя бы и свинью не подкладывает, как док Саре подложил. А ты-то сама. Слушай, я не укол... Блин. Эй, ну ты что с ним, как с мешком картошки, блин? А мандаринка не уколется, если нож что-то с собой носить будет, а? Боже, у Сары истерика, Люк пытается её успокоить, кажется. Как нам найти их? Откуда-то сверху? Убей ближнего, блин, да как я? Я же ребёнок. Хватит мне подбадривать. Получается, Ника убили вот эти вот зомби. Оу! Оу, нифига себе, крем какой... О, боже! Блин, Сара, ну хватит уже истерить. Как мы вообще её, Ника, Люк нашли, а? Какое? Мяу, как Джейн круто. Боже, у тебя такая же штуковина, как у меня? Спасибо, но я знаю уже этот способ. Мандаринка до этого пользовалась чем-то подобным. Блин, многовато зомби здесь. О, боже мой. Давайте посмотрим. Да. А там... Оу! Жесть! Что будем делать? Обмазываться? Позвать! Машина! Машина и сигнализация! Ах ты, гад! Притворялся мёртвый, чёрт! Я в опасности! Чёрт, 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 чёрт! Надо быстрее себя освободить! А откуда у Джейн столько ножей для колки льда? Джейн, я это сделала! Блин, Джейн теперь в помощи нуждается. Так, значит, колено, а потом голова, да? Ага. Я всё помню, Джейн. Спасибо за уроки. О, ты освободилась? Да. Ещё какой. А ведь клеммом раньше пользовалась. Ну что, думаю, нам по силам все эти ходячие. Крики сары! Конечно же. Да крики сары, стягание её. А если мы там зомби с детям, да ещё больше, чем тут? Да, шум от речёк. Сигнализация. Прикроет она. Ну ты, блин, даёшь. Прикроет, говорит. Как будто за нашими спинами ходячие не смогут появиться, да? Но это не сработает. Хотя... Не-не-не. Нужно что-то, что перекроет крики сары. Давай сюда труп посмотрим. Мы должны обыскать его. Джейн, твои уроки даром не прошли. Ничего. Ну, никогда не знаешь. Блин, мне жаль Люка. Он, наверное, чувствует себя нянькой. Давайте посмотрим на тех ходячих. Блин, я думала, Клем может отсюда, куда она уже ушла, посмотреть. Но нет, надо подойти обязательно. Да, вот-вот. И мы при этом должны гораздо больше пошуметь, чем Сара. Зомби такая, что? Что там я слышу? А, да пошли вы. Тут у нас хорошая закуска к пьянке-гулянке намечается. Так, с пустой трейлер. Ну что, кажется, я не могу к машине пройти, да? Значит, давайте сходим в пустой трейлер. А он точно пустой. Да ё-моё. Что делать-то? Джейн, подскажи. Люк говорит, мы умрём здесь. Это точно, Люк, очень тебе... А, вот, наконец-то я могу подойти к машине. Да что ж такое, раньше вот не могла почему-то. А ещё Люк говорит, отвалите. Мне его жаль. Сара, конечно... Нет, я всё понимаю. Сара отца потеряла. При таких-то обстоятельствах. Но это правда ни в какие ворота. Ну, блин, ребята. Ну, как-то... Не знаю, надо думать о своей безопасности. Понимать, что её отцу уже не поможешь, его уже не спасёшь. И думать... Думать о безопасности тех, кто её пытается спасти. Должна же она как-то им помочь взамен на то, что они ей помогают. Ну, правда, Сара очень несправедлива. Она спросила, почему? Очень несправедлива она к Люку, который пытается хоть как-то и жизни себе тоже сохранить. О-о-о! А теперь бы, наверное... Да, надо подложить что-то. Интересно, а Люк с Сарой, они не слышали, что я здесь бибикала? Почему их это не остановило? Они не прекратились тянать, тамарать и всякое такое. Так, служен ключ, 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 ключ... Ну, ладно, отойдём. Ох, ключа я найти не могу. Может быть, и на земле что-нибудь? Ого, Клем как будто быстрее ходит. Ты говоришь, надо что-то, да, найти? Что же нам такое подложить-то, а? Поговори со мной, Джейн! Да, блин, я не вижу ничего полезного. Джейн, а ну объяснись. Помоги мне. Скажи, что делать. Хоть что-нибудь. Камень. Камень вряд ли сгодится. Какая-нибудь палка бы пригодилась. Тут так особо нет ничего. Не, нужно тут больше посмотреть. Опять что ли? Посигналить. Так, господи, Сара, ну будь ты умнее, ну... Глупая Сара, она что, кусает, что ли, Люка там? А Люка у неё спрашивает, что это она делает и зачем она это делает. А что с тем мертвецом? Может быть, его как-нибудь можно подтащить на машину и бросить на руль? Ну, давай положим его на руль. О, хорошая идея, Клим. Да. Ну, надо же. Слушайте, у меня была, конечно, такая идея, но я бы не в жизни... Ой, чёрт, а он тяжёлый. Я бы не в жизни не подумала, что её, оказывается, они захотят в реальность воплотить. Так, пьянь, а ну полезай за руль. А теперь нам лучше уходить. Где-то я этого длинноволосого товарища зомби видела. А теперь бежим отсюда, иначе нам конец. Они ограбу кормят. Да, хватит стоять уже. Очень надеюсь, что здесь нет ник... Вот. Кто-то всё-таки доесть. Боже, там ещё один. Чёрт. Колено, колено. Сначала колено, потом голова. Отлично. Это просто великолепно работает. Спасибо, джейн. Блин, да как-то! Что с тем зомби произошло? Он под собственной тяжестью как-то отклонился, или что? Взломать? Поговорим. Слюка, надо убедить. Убедить их открыть. Чёрт, 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 чёрт. Вы иметь, что ли, дверь? Это точно хорошая идея? Нифига себе, какая сильная мандаринка! Ау! Джейн, ты чего толкаешься? Блин, жесть! На что я ради Сары иду? Я выбила дверь. Разве мы не сломали замок? Быстрее, 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 чёрт, чёрт, чёрт. Сейчас зомби пломятся. Фуф. А, так они в дальней комнате Вот почему они меня не слышали А, Ник помнил Бедный Так жаль, Ника Вот и я о том же Ты в порядке? Что-то по тебе не видно У нее припадок какой-то, да? Это что там за звук был, а? Ее что, укусили что ли? Что там за странный звук? Эй, Сара Ты как? Ну ты Джейн, блин, даешь Отступает, типа мне дает Поговори с Сара Она укушена? Как маньяк Черт, дверь долго не выдержит Может быть она послушает меня Надо попробовать И быстрее попробовать Что, мы должны оставить, что ли? Она тебя еще и кусала Моя очередь, да? Эй, Сара Я все понимаю Надо взять себя в руки, пожалуйста Привет 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 Я твои очки нашла Может обнять ее? Нифига себе, какая реакция Плохое дело Я знаю, через что ты прошла Я ведь через то уже прошла Боже, 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 боже Нам конец Да, придется им воспользоваться Эй, Люк, открой там Люк Наши друзья делают нас сильнее Сара, неужели ты позволишь нам всем умереть здесь, а? Не будьте эгоистки, пожалуйста Ну же, Сара Ааа, мундринка умеет убеждать Ну что, Сара Ты как? Нам реально пора уходить В очках больше нет, конечно, линз Но это же ничего страшного, да? Ой-ой-ой Ой, все-все-все Нам-нам Блин Ой-ой, Джейн, ты что, погибнешь? О-о-о-о У нас все очень... Офиобра у тебя? А не сломаны, что ли? Блин, а что же нам делать? Ладно, посмотрим Вряд ли Так, холодильник Но он большой слишком Лестница Это вряд ли Если Если уберем Зомби вломятся Не-не-не-не-не Плохая идея, ребята Может, не надо, ребята, а? Ё-моё Джейн, а ты выдержишь? Блин, что-то мне подсказывает Что Джейн здесь урёт Ой-ой-ой Да-да-да Да, надо бы помочь Так, так-так Чёрт, дверь больше нельзя Держать Они... Блин, они завалились сюда Чёрт Джейн, держись, пожалуйста Блин, куда бы убежала, а? Эй, Джейн, давай за нами Фух Офигеть Блин, чувак У тебя реально что-то ребра сломаны Сначала Сара Да, да почему? Да, блин Оставить её? Да нет Да как можно оставить её на растерзании? Сара, пойдём Давай же Ну же, пожалуйста Брось думать об этом Не время Потом будешь чудачить Пожалуйста Ударить Значит, ударить Если потребуется Чтоб чувства привести Чё? Ой-ой-ой Ой-ой-ой Джейн, блин Эй, Джейн Нет, пожалуйста Пусть она выжимет Я не хочу, чтобы она умирала Фух Еле ноги унесли Каман Сара, извини, конечно Что ударила тебя, но Пришлось Блин, Ника тоже жаль Вышел, чтоб помощь искать И вот погиб в итоге Жесть какая Так неприятно Ну всё, наверное Сейчас мы придём к нашей группе Да, если, конечно Не будем идти По дороге разговаривать Хотя, наверное, будем Почему я слышу Все ищи мертвецов Минутка Где девочки А, вот Жесть Я уж подумала Что их нет Тебе тяжело идти, да? Мы справимся С этим, Сара Не вешай нос Руки не опускай Пожалуйста Я понимаю, но Взял и всё Что в твоих силах Пожалуйста Я знаю, но мы там Все едва Лиза Не погибли И не хотела бы Повторения ситуации Да и как Бросить её Ну, блин, я не знаю Как можно бросить Маленькую девочку На растерзание зомби Блин, ну в конце концов Это же не какие ворота Будут Да, на причине С твоей сестрой А, нет Минутка Другого Ты бы оставила Меня, да? Что ты имела в виду? Не пришлось бы Потому что я могу Сейчас позаботиться, да? Сестра? Ник, ты как? Ой, Люк Я прошу именно Во что? Мыслим о Нике, что ли? Ой, жесть А Ник ведь даже Не вошел за пределы Всех этих трейдеров Так на их территорию Ого Твоя частенка Совсем сдалась Она превратилась? Ну ты крики слышала Какие-нибудь? Жесть, конечно Ты думаешь, она хотела? Сара Сара не опасна Ну, хотя С моей стороны Как же сказать? Да, Сара, конечно Такой груст На моих плечах Да уж, давай Черт, я не хочу Ссориться с Джейн Она вроде бы Ко мне довольно Положительно настроена Как там с Саритой дела? Почему сейчас Не сохранение, а? Я бы уже Видео прекратила Вы похоронили, что ли Сариту, или как? Да Мы вернулись Жаль, что не со всеми Мне кажется Люку нужна помощь врача Да Все было бы очень сложно У вас, ребята Если бы не вы О, Сара Ходит дичиться Сейчас мне Отвечать Перед отсюда Зачем? Чтобы что? Ладно, давай Дадим им Немного пространства Он о Нике рассказал, да? Но Веселек Точно не уверен Мертвый Ник Это свои слова Она сможет сама его родить Смеваюсь Кенни знает Кое-что о детях Хотя вряд ли Да, кстати Он что, ушел, что ли? А, он хоронит Сариту, наверное Вряд ли Нам нужно заставить Выйти его В палатке он с ним Давай вытравим его Выкурим оттуда Ему нужно время Ты же слышала В прошлом видео Он во всем Меня обвинил Так что Даже не знаю Насколько я смогу Быть убедительной Может быть Не пойдем Вот музей какой-то Паркерсран Может быть Туда Лучше, а? Ладно Делаться Ой Тьфу-тьфу-тьфу Так, это не к добру было Надеюсь Сейчас я там Не увижу Зомби Сариту И зомби Кенни Так И Кенни Сарита Как она? У нее лоб кровавый Прошла Точнее Пришла проведать тебя Зачем он позаботился Уже о ней, да? Сарита была хорошим человеком Сарита была хорошим человеком Я любила ее Вы знаете, как ощущается Быть убедительной почти до смерти Нет Серьезно? Судьба Судьба, да? Дать ему договорить Чувак, ну мы все потеряли Свои семьи И своих Друзей Так ты уже сдался, да? Умереть хочешь? Карвер не убил тебя? Нравится тебе это или нет? Ну, возьми себя в руки Тряпка Я хотела поддержать Блин Я просто валуюсь за тебя О, Андаинка сменила Гнев на милость Но все же Мне без помощи Не обойтись Ах Тяжело это, конечно Тяжело это Конечно Должно быть больно Ой, может Ааааааааа Может не надо Ой Ох, звук еще такой, боже. Кенни, ты-то сам как себя чувствуешь? Что там такое? Прощай, Сарита. Бедняжка. А что? Джейн спокойно себя ведет. Что такое? Кто там? Рыбакорожаешь, что ли? Рожает. Черт. Блин, значит, скоро родится ребенок. Я без понятия, что делать, особенно в таких условиях. Что, что, что? Это была не зомби в интере. Как будто он знает. А, взял у себя в руки? Давайте найдем безопасное место. Придется мне взять все в свои руки опять. Кстати, хорошая идея. Вы молодцы, ребята. Что такое, Бонни? Ого! Вы разделиться решили, ребята? Сара? Сара? Сара сейчас, в неделю, способна. С тобой? В музей? Конечно, давай. Да, было непросто. Очень вряд ли, что она сбежит. Если бы она хотела, она мужа. Джейн боится за ребенка. Все в порядке. Блин, подождите! Я опять имела в виду одно, а нажала, получается, совсем не тот вариант, который я думала. Блин, я же хотела сказать так, что Джейн боится за ребенка. Значит, Джейн нас не бросит. Она поможет нам с, мало того, что рождением ребенка, так, еще и с тем, чтобы его вырастить, ну и бла-бла-бла. А получилось, что да, Джейн, наверное, сбежит, потому что она боится за ребенка. Что за дичь? Просто. Ну и ну. Я совсем не мыслю, как американцы. Ладно, я пойду с Джейн, потому что она одна. Все будет хорошо. Может, я должен с Джейн. Больше, быстрее, и подождите. Хорошо. Да уж. Люк, не делай из себя тут прям такого героя. Супер. Так, ну что, мы вроде как переносимся на другую локацию, да, и не важно, пройдем ли мы сейчас по лесу или нет, я уж... Значит, от своего по лесу мы не прогуляемся, судя, потому что я только что увидела. Я просто думала, что когда вот мы возвращались с Люком, Джейн, Сарой назад, мне казалось, что мы пойдем по лесу, там, естественно, какой-то состоится разговор, и когда мы будем подходить к памятнику и нашей оставшейся группе выживших, то будет опять загрузка, и, в общем, мне удастся видео закончить, прежде чем вот этот мой разговор с Кеней очередой состоялся, ну и всякое такое, да, но, к сожалению, так не получилось, поэтому я сейчас данный ролик хочу закончить. Спасибо всем, ребята, за просмотр. Хотелось бы, наверное, пару слов сказать, хоть я и не поздравляю вас там с Новым Годом, или что-то в этом духе, но тем не менее. Буквально пару слов о том, как важно поддерживать своих родных, болитских друзей, если вдруг у них какая-то беда стреслась, то если в ваших силах их поддержать, хоть как-нибудь приободрить, то, конечно, сделайте это, потому что сам Витя, судя по Саре, это, конечно, полный пипец, но оно и понятно, она отца лишилась, но тем не менее. Ну а так все, всем за просмотр, спасибо, ставьте большие пальцы вверх, всем-всего хорошего, и пока! Субтитры сделал DimaTorzok